Не надо обманываться тем, что в Турции протестуют по поводу экологии. Дело в том, что когда разрушался Советский Союз, я был молодым человеком, я тоже ходил на митинги и тоже мы там против каких-то доменных печей бастовали. Здесь в Москве за Битцевский парк люди воевали. Сейчас, когда у нас оппозиция выходила несколько лет назад за Химкинский лес и так далее. То есть, всегда экология является только поводом, к которому цепляется оппозиция, чтобы вытащить людей на улицу и направить их против власти. В Турции есть определенный конфликт элит. Долгие годы там была определенная система. Светское государство, которым тайно управляют военные, которые следят за тем, чтобы основы государства, которые заложил Ататюрк, они соблюдались всеми правителями. Эрдоган стал тем президентом, который, получив некую народную популярность в последнее время, он взял и стал смещать военных со своих постов и, по сути дела, уничтожил вот эту гарантию светскости государства. Это не понравилось оппозиции, они стали искать способ на него определенным образом надавить. То есть, страна расколота. Сейчас действительно эти люди выходят и протестуют против курса исламизации, мягкой исламизации, которую проводит Эрдоган. И эти люди научились тому, как Турция действует в других странах. В Ливии, в той же Сирии. Видят, как делаются вот эти вот революции. Турки посмотрели на это, на все им показывали по телевизору и решили сделать у себя точно так же. Всегда нужно понимать, что бумеранг возвращается. Если ты мутишь что-то в других странах, то ты не гарантирован от того, что против тебя это не пойдет. Вот Эрдоган получил эту же проблему у себя.